МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выиграли президентский грант. Что это за грант? Что за проект? Посвятите нас. На самом деле наша организация занимается деятельностью в сфере работы с молодежью, с различными направлениями деятельности, которых может принимать часть молодежь. Все семь направлений деятельности мы охватываем. И как раз проект команда «Артпрофи» укладывается во все наши, по сути, все семь направлений он объединяет, поскольку он представляет собой онлайн-конкурс для представителей профессиональных образовательных организаций с целью популяризации профессий, рабочих профессий, то есть тех, которые они сами получают. При этом он проводится в интернет-пространстве, скажем так, и предполагает большое количество охвата и участниками, и теми людьми, которые посмотрят информацию про те проекты, которые были к нему реализованы. И сам по себе он включает уже в себя, как мы предполагаем, не меньше 300 проектов маленьких, которые будут реализовывать эти проектные команды, которые будут в нем принимать участие в этом конкурсе, в команде «Артпрофи», по сути, это такой конкурс. То есть получается, что изначально это проект ознакомительный, потом уже на базе него будут разные команды, которые вы бы сочтете нужным, будут уже реализовывать свои какие-то самые интересные проекты. Правильно я понимаю? Ну, если более подробно это объяснить, то профессионально-образовательная организация на базе нее создается некое объединение, которое начинает вести деятельность определенную, которая популяризирует как раз те специальности, которыми они занимаются. И они всю эту деятельность транслируют в интернет-пространство. По итогам того, как они его транслируют, мы проводим общее мероприятие, на которое приглашаются финалисты, ребят, которые лучше всех себя проявили, провели наиболее интересные практики, реализовали в ходе вот этого всего. Мы их видим как раз из социальных сетей, из интернета, то есть как бы из порталов официальных и так далее. То есть ту информацию, которую мы получаем о их деятельности. Эту информацию мы оцениваем, приглашаем их на итоговый семинар, и там уже подводим итоги, награждаем победителей. А образовательные организации – это вузы, СУЗы, школы? Именно профессиональные образовательные организации, то есть те, кто занимается работой и в будущем сам станет представителем такой рабочей специальности. Раньше назывались техникумы, колледжи, да, то есть если их обобщить, единым названием сказать, то это профессиональные образовательные организации. Вузы многие имеют свои отделения, которые осуществляют подготовку по данным специальностям. Например, у нас это тоже есть такие, да, и в техническом университете, и в сельхозакадемии, то есть как бы в сельхозуниверситете тоже эти специальности есть. Будем очень рады, если наши вузы рязанские, их крылья, да, вот эти вот младшие, скажем так, они подключатся к этой работе, тоже будет очень здорово. Скажите, сколько денег выиграли, то есть грант уже как бы он есть, сейчас будет его реализация, правильно? Да. Ну, сумма гранта составляет 1,7 млн с небольшим тысячей рублей. Соответственно, как бы это вот ту сумму, которую нам предоставляет федеральный бюджет. Соответственно, как бы мы имеем определенную, ну, самостоятельно ищем партнеров, организации, которые нам помогают, то есть еще определенное софинансирование предполагается в этом мероприятии. Но мероприятие, оно очень большое, и как мы планируем, что так или иначе в нем примут участие до 10 тысяч человек, поэтому как бы это, ну, соизмеримые, скажем так, показатели суммы и того количества, которое мы планируем вовлечь в деятельность. Я так понимаю, что популяризация рабочих профессий – это главная задача проекта, да? Но вот на какие профессии все-таки будет сделан акцент? Потому что вот вы отметили, что как раз не все, даже вузы могут, и не все сузы могут, а именно с конкретными профессиями. Профессий нет определяющих данных направлений, как бы, но это, как правило, опять же, показывает практика, больше и ярче представляются именно те, как бы, скажем, представители профессий, которые делают что-то руками. То есть это то, что в итоге, как бы, да, тот человек, который что-то производит, у них и возможности таких больше, как себя, про рекламировать, сказать, да, пропозиционировать правильно с этой точки зрения, показать свое мастерство, чем у тех, кто занимается, скажем так, в гуманитарной сферой, да, но это, конечно, тоже приветствуется и будет принимать участие, просто мы говорим по факту, что более зрелищные какие-то, да, и там проекты и все остальное делают именно те ребята, которые работают, ну, вот сами, сами создают что-то, новые какие-то, ну, не проекты, именно уже произведения, там, да, и вот то, что проводятся конкурсы различного профессионального мастерства в их среде, и они сейчас выходят на всероссийский, там, уровень, да, вот WorldSkills, там, чемпионаты и так далее, так далее, так далее, это тоже какой-то отголосок, то есть как бы как-то соотносится с тем, что они будут делать, ну, в рамках вот этого проекта. Вот, хочется отметить то, что проект реализуется при поддержке такой организации сильной и большой, как Российский союз молодежи, соответственно, все вот региональные отделения, как мы уже с ними проговаривали, они активно подключатся в работу, и у них есть очень хорошие уже наработки по этому направлению, то, что программа Art Profi их, которая, ну, как бы она соотносится с нашей, да, определенно с нашим проектом, она реализуется уже много лет, вот, и она традиционно пользуется большим успехом у молодежи, но она представляет себе очный такой конкурс, то есть на котором как раз с творческими номерами выступают коллективы, представляющие профессиональные образовательные организации, которые очень там защищают социальные проекты, то есть это вот такая, как бы у нас немножко мы уходим в интернет-пространство и тем самым увеличиваем охват, вот, и как бы, ну, больше информации будет у тех ребят, которые в этой сфере находятся. Вот, также поддержку большую нам оказывают органы исполнительной власти, субъекты, которые занимаются работой с молодежной политикой, Министерством образования молодежной политики и наши партнеры, общественные организации, которые тоже, как бы, в это дело все включаются и помогают нам, в принципе, в его реализации. То есть у нас договоренности уже достигнуты со всеми этими сторонами, мы надеемся, что нам удастся эффективно в следующем году отработать этот проект и действительно, как бы, результат выделенных средств, он оправдает себя и будет заметный результат для молодежи. Скажите, пожалуйста, Никит, вы непосредственно работаете с молодежью, общаетесь с молодежью. Вы скажите, пожалуйста, к чему сейчас у ребят душа лежит? Вот можно как-то проследить немножко их путь? Проследить можно. На самом деле хочется сказать то, что сейчас для молодежи очень большое возможности для самореализации. То есть обучаясь в образовательной какой-то организации любого уровня, для них всегда есть возможность прийти еще в общественную организацию, которая занимается реализацией различных проектов, практик, чем угодно. То есть очень большой спектр. И самое интересное то, что это позволяет во многом еще и сориентироваться с профессиональной точки зрения, что человеку в дальнейшем будет интересно. Потому что находясь в школе, многие ребята занимаются волонтерской деятельностью, они так или иначе соприкасаются с различными сферами, с медициной, с чем-то еще. Они смотрят на это изнутри, будучи волонтерами. Потом они становятся, например, уже представителями общественных организаций каких-то более таких крупных и серьезных. Ну, как пример тот же самый Российский союз молодежи. Там есть проекты, которые направлены на изучение, скажем так, получение профессиональных навыков, ну, скажем, юристами, допустим. То есть ребята, которые выходят наблюдателями, работают на ЕГЭ. Это, с одной стороны, профессиональные навыки в сфере знаний законов об образовании и так далее. То есть ребята отрабатывают в этих проектах свои навыки. Также это для тех ребят, которые будущие педагоги тоже очень важно, потому что они изнутри могут почувствовать, да, и принять участие в этом всем процессе, еще не являясь не преподавателем, и уже сдав этот экзамен, то есть как бы они смогут со стороны посмотреть. То есть это возможность именно попробовать себя в будущих своих профессиях в том числе. Вот. Ну и просто какие-то сферы интересные. То есть общественные организации различного спектра существуют, и действительно можно найти, наверное, для себя то, что тебе действительно интересно этим заниматься во внеурочное время, внеучебное время, развиваться самому, и что очень важно, как бы вот эти все организации дают возможность неформального именно образования, то есть получение каких-то навыков, которые тебе, наверное, там не так преподносятся в образовательных организациях, то есть формализованный процесс, когда тебя там учат конкретным предметом, а тут тебя учат именно саморазвитию, да, и ты получаешь возможность развить в себе те качества, которые тебе пригодятся в жизни, причем это не обязательно даже связано с проектом. Понятно, человек, когда выпускается из высшего учебного заведения, он себе пишет в резюме там строчку стандартную, да, коммуникабельность, вот как бы она как типовая, она везде присутствует и так далее, и так далее, или там ответственность, там, или еще что-то. По сути, выпускник вуза, он как бы для работодателя должен еще это подтвердить. Вот если человек занимается деятельностью общественной организации, он вел проект, например, в котором принимал участие там 500 человек, 600 человек, 1000 человек и так далее, и так далее, понятно, что у него наверняка есть навыки руководства, да, и он там стрессоустойчивый, например, то есть это уже такое действительно... Как плюсик такой, да, в личном деле? Да, и действительно подтверждение тех самых навыков, которые они потом напишут в своей анкете и так далее, и вопросов не будет возникать у того человека, который с ним будет потом работать, что он способен или не способен там на занимаемую должность, скажем так, отработать эффективно и качественно. Поэтому общественная организация – это как раз возможность такая для молодежи проявить себя действительно, и потом в дальнейшем это очень хорошо может сказаться на их карьерной истории, то есть тот человек, который прошел школу общественных организаций, он, как правило, более подготовлен все равно, чем тот человек, который просто закончил учебное заведение. То есть это большой-большой пласт работы и направлений, да, которые они освоили, и в этом они выгодно отличаются, ребята из общественных организаций. Никита, скажите, пожалуйста, ну вот профориентации, они сейчас говорят очень многие, но практически на всех уровнях власти очень большая работа ведется в школах, в вузах, ну то есть на самых-самых разных мероприятиях. Вот скажите, пожалуйста, в чем необходимость была вот вашего проекта? Ну, наш проект, он как бы позволяет ребятам, уже тем, кто осваивает эти профессии, доносить до окружающих их нужность и важность этих профессий, формировать их образ. Это очень правильно, не потому что тебе родители сказали, например, да, что эта профессия хорошая. Денежная, да, прибыльная. Денежная, да, и так далее, да, и у нас, соответственно, сформируется такой, они совсем сбалансированный, да, процент выпускников по различным специальностям, и как-то, да, смещаются акценты какие-то. А тут есть возможность у этих ребят, кто уже посваивает профессию, донести до других, кому еще только предстоит ее освоить, более, скажем, честно, во-первых, эту информацию, и в том виде, в котором они способны ее воспринять, потому что воспринимать от более близкого по социальному статусу человека всегда, ну, проще, то есть они, по сути, как дружеское такое общение, да, особенно, если мы говорим, опять же, о социальной сети, то есть это то, где они находятся достаточно большое количество времени, информацию, которую они оттуда получают, они очень часто, не знаю, наверное, не всегда к счастью, но они ее воспринимают как правдивую, да, в большей степени, вот, особенно, если она исходит от их же, да, там, как-то сверстников и так далее, тех ребят, кто этим занимается. Вот тут, естественно, у нас большая ответственность, потому что мы должны этот весь контент, как бы, анализировать, проверять со всех точек зрения, с точки зрения законодательства в том числе, вот, и направлять, да, вот эти вот деятельности тех проектных команд, которые реализуют свои вот эти вот некие проекты, там, и все то, что они хотят, в нужное русло, то есть тут наша еще такая вот координирующая роль определенная будет присутствовать. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы ушли в интернет с этим проектом, на каких площадках, это вот социальные сети вы сейчас уже обозначили, да, на каких еще площадках будет вот это все реализовываться? По сути, основные площадки, это самые популярные, да, это социальные сети, которые есть, на них, как бы, он и реализуется. Есть аналогичные, аналогично похожие по формату конкурсы, есть замечательный у нас региональный опыт в этом направлении, детская общественная организация Лист уже очень, как бы, по-моему, 8 лет или 9 лет реализует конкурс, называется онлайн-проект, они были одним из первых, кто как раз вот этот формат предусмотрел, то же самое, да, проектные группы реализуют определенные действия, выполняют, да, зарабатывают себе рейтинг, и, как бы, потом у них есть очное награждение, все это происходит в социальной сети. Вот, очень хороший проект, который, как бы, ну, по сути, глупо говорить то, что методика какая-то очень сильно инновационная, вопрос в том, что в нее вкладывать, то есть в эту методику вложена конкретная задача по вот популяризации рабочих профессий, поэтому мы эту цель и достигаем, вот, а, в принципе, формат вот такой, да, работы с социальными сетями, да, это опора именно на наиболее популярные в нашей молодежи соцсети, да, то есть это, как бы, наверное, называть их неправильных сетей так знают, вот, но тем не менее, потому что сайты какие-то официальные, да, ресурсы, которые существуют, да, они будут принимать участие в информационном сопровождении деятельности проекта, там они будут на них какие-то новости, писаться еще что-то, будет информация, релизы и так далее, вот, но все равно основная процесс оборота, там, да, и количество просмотров и все остальное, он находится в сегменте социальных сетей. Основная мысль про то, что донести ребятам, которые учатся тогда в СУЗах, ну, проще сказать, да в техникум, в колледжах, вот, в профессиональных образовательных организациях, донести до них информацию, что не обязательно всегда и обязательно поступать в высшие учебные заведения, а можно начать со ступени именно с этой и развиваться в ней, ну, при желании, естественно, никто не запрещает потом в дальнейшем получать там высшее образование. Но вот это вот, не знаю, не совсем иногда бывает правильное отношение к тому, что в техникум там делать нечего, надо учиться 11 класс и потом. Тут просто даже если логически рассуждать, выпускник 11 класса, он по своему возрасту соответствует второкурснику, третий курснику техникума. И вот молодой человек или девушка, которые на третьем курсе техникума или на втором курсе, они в принципе уже могут пойти и начать работать, причем по специальности работать. И учиться при этом же, да? Да, и учиться, ну, там, учиться при этом же, либо просто хотя бы работать даже просто в рамках практики, в рамках чего, у них есть уже навыки какие-то, которые жизненно необходимы, они способны себе зарабатывать, ну, на жизнь как минимум. Ну, то есть помимо аттестата еще, да, какая-то профессия есть. Да, есть профессия. А те, кто выпустил столько из 11 класса, перед ним еще стоит 4 года, в течение которых они будут только получать, ну, в лучшем случае кто-то будет подрабатывать где-то, да, но опять же, если это высшие учебные заведения, то специальности, скорее всего, те, которых они не совсем будут поправлены помощниками, там, да, либо кем-то еще, вот, но, а там уже человек работает по профессии, набирает себе стаж, набирает себе опыт, набирает себе профессиональные качества, которые ему в дальнейшем нужны, и потом ему никто не запрещает поступить в то же самое высшее учебное заведение, просто выпускник вуза, который прошел до этого школу среднеспециального учебного заведения, он намного более подготовлен, чем человек, который выпустился из вуза. Никита, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, мы желаем вам в добрый путь с вашим проектом, с реализацией. Спасибо большое. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу, я с вами прощаюсь, до встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова